ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Мы вас уже ждем. Куда бы нам не встать? Куда хотите? Вот здесь хочем мы. Давайте. А первый вопрос от нашей ведущей Тани Шилиной. Вы не так давно приняли участие в проекте «За 16 часов язык немецкий выучили с нуля». Сразу скажу, сразу. Очень полезная штука. Нужно обязательно с кем-то разговаривать тогда, нарабатывать автоматизмом. Нужно заниматься ежедневно, минут по пять хотя бы. Вот. Есть люди, которые за две недели уже прилично разговаривают. Не надо учить грамматику, это совершенно никому не пригодится. Я видел маленьких, совсем маленьких немцев, которые в грамматике не имеют никакого фониза, говорят прекрасно. Вот заодно для вас зрители все и узнали. Вы, как поклонник бильярда, когда-нибудь играли, от Кати вопрос, на бильярде в интернете? Никогда в жизни, но это глупость. То есть это все дурно, да? И в шахматы тоже не стоит играть? Нет, в шахматы другое, в шахматы можно. А, да? Вот, а здесь ощущение правильного удара, техника. А хотела спросить у вас совета для современных девушек. Как глупо красить, что-то не знаю. Ну, видимо, просто хотят у вас спросить, какими быть, ну, потому что, что называется, у мужчин обычно спрашивают. Да, будьте поумнее просто. Это правильно. Да, и поменьше болтайте. Я даже как-то... Без разрешения. Хорошо. Заключительно спрашиваем и убегаем. А какой вещи, которую в юности, может быть, было трудно достать, вы мечтали, и удалось ли эту вещь в конце концов заполучить? Очень трудно было достать хорошую гитару. Очень дорого. Я вам скажу, вы не знаете, просто еще в те далекие времена, пытались еще Советского Союза, гитары стоили примерно как автомобиль. Другое искусство. Люди работали, сюжет вкладывали, голодали, но инструмент зато потом приобретали. А можно было же гульку пить, какую-нибудь там копейку. Вот он, выбор музыкантов. Девчонки, мальчишки. Alles good? О, черли. Спасибо большое. Ура!